Агроном в каждый дом Уважаемые садоводы-огородники, мы провели 10 дней назад черенкование кориуса. Черенки мы поставили в воду и посадили в специальную емкость с почвенной смесью. Черенки у нас укоренились. Здесь в воде также образовалась корневая система. Далее нам необходимо эти черенки посадить в постоянные емкости. Для этого мы берем горшки диаметром более 9 сантиметров. 9 и более сантиметров. Наполняем почвенной смесью. Почвенная смесь берется та же, что и для посева семян колеуса. За день до посадки наших черенков мы наши горшки с почвенной смесью проливаем фунгицидом. На ведро почвенной смеси мы добавляем столовую ложку специального удобрения, не содержащего хлор, гранулы покрытые специальной оболочкой. Здесь присутствуют все макроэлементы, микроэлементы. Это удобрение хорошо способствует развитию корневой системы. Растет быстронадземная часть. И также на ведро смеси добавляем стакан золы. Можно, если не было удобрения внесено в почву, можно просто по несколько гранул внести в каждый горшок. Норма внесения на ведро на 10 литров почвенной смеси – это столовая ложка вот такого удобрения. Также можно посыпать немножко золой. Если у вас нет возможности самим приготовить почвенную смесь, вы приобретаете в магазинах специальную почвенную смесь для цветочных культур. На следующий день, после того, как вы пролили биофунгицидом наши горшочки, вы можете в эти горшочки высаживать черенки с корневой системой. Вот здесь у нас в емкости черенки укоренились, поэтому мы их будем подкапывать специальной лопаточкой или вилочкой. Делаем углубление и наш черенок подкопанный вместе с комом почвы или субстрата переносим в горшок. Сажаем, обжимаем. Обязательно в горшках должна быть влажная почва. С комом земли видно хорошо, корневая система переносит в наш горшок. Очеринки, которые в воде. Здесь образовалась корневая система. Нижние листочки мы удаляем, чтобы их не было. У горшки делаем углубление. Немножко поливаем водой. Проводим посадку. Где не поливали черенки, которые мы высаживали с этой емкости с почвой, их можно еще разочек полить. Потому что мы вначале не поливали. А вот черенки, которые были в стакане с водой, уже больше не нужно поливать. Обязательно обжимаем почвенную смесь возле растений, чтобы поверхность почвы в горшках была на одном уровне. И еще, если посмотреть на горшок, то почвенная смесь насыпается не до верхнего края, а где-то на один сантиметр ниже. Чтобы, когда поливали, вода не вытекала с горшочка. Посаженные черенки колеса не сразу ставим в светлое место. Устанавливаем наши горшочки подальше от прямых солнечных лучей. На два дня, пусть пока еще дополнительно не приживаются. И только затем будем ставить их в солнечное место. Вот в этих горшочках, если мы не будем высаживать в грунт наши колеса, они могут расти несколько месяцев. Субтитры сделал DimaTorzok